Благодаря контрактникам Украина отказалась от мобилизации, хотя страна и сохраняет призыв на срочную военную службу. Об этом сказал президент Петр Порошенко на оперативных сборах вооруженных сил в Киеве. Киев не дійшов до складу Збройных сил Украины, є значно вищою, ніж в попередній роки. З початку цього року ще 4,5 тисячі військових службовців записалися до лав Збройных сил Украины. Це дозволило нам відмовитися від використання мобілізаційних ресурсів, як мене не критикували тоді, та забезпечити комплектування військових частин вмотивованими військовослужбовцями військової служби за контрактом. Укрзалізниця в цьому році купить 4 міжрегіональні скоростних поїздів. Об цьому сказав глава організації Войцех Балчун. Подвіжной состав буде використовувати на маршрутах Київ-Львов, Київ-Харьков, Одеса-Днепр і Одеса-Львов. Всего, по данным Укрзалізниці, за последні 5 років скоростні поїзда в Україні перевезли 12 мільйонів пассажирів. При этом почти 3 перешлась на прошлый год. К 2030-му году Южна Корея станет первой страной в мире, где средняя продолжительность жизни женщин буде 80-90 лет. Это связано с улучшением в экономике страны и развитие медицинских технологий. Об этом говорят материалы исследований Всемирной организации здравоохранения і Имперського колледжа Лондона. На увеличение среднего возраста женщин скажется і то, що в Южній Коріі, як і в Японії, вони менше курять і не страдають ожиренням. При этом, средняя продолжительность жизни мужчин в країні составит 84 роки. Аналогично в Австралиї і Швейцарії. На національному свадебному шоу у Великобритании представили тренды 2017-го года. Дизайнер Поппи Довер считает, що популярними будуть образи лесной принцессы, а так же романтичные і сказочные свадьбы. Йе наряди отличаются утонченной вышивкою, а так же легкостью і простотой. «Сон середины лета – це тренд. Все більше невест выбирають свадьбы в стилі фэнтези, але в більші современній і утонченній манере. Тобто вони більше не выглядять, як диснеївські принцесси, а хочуть бути лесними принцессами». Дизайнери задумались, що би хотіла отведати уважаюча себе лесна принцесса. Наприклад, дерев'яний торт. Выглядит дуже реалістично. На самом деле, він съєдобний. Стоит около 1000 доларів США. «Главний тренд 2017-го года – возвращение к природе, лесные темы. Люди хотят отвлечься от суеты, особенно в день свадьбы». «Буха-невеста» – це не какое-то уникальное явление нынешнего года. Директор шоу говорит, подобний тренд существует давно, но в последнее время он становится все більше заметним. «В течение нескольких лет мы видели менее формальный подход к свадьбам. Раньше подход был традиционным. Теперь люди хотят, чтобы свадьба отражала их индивидуальность. Популярен стиль боха, более расслабленный и неформальный». На шоу невесты и их мамы могут выбрать подходящий макияж. «Главные тренды для невест в 2017-м году – боха-стиль. Романтика, красота, этномотивы». Можно также посоветоваться с профессионалами и выбрать наиболее удачную прическу. «В 2017-м году для свадеб выбирают более свободные прически, а также разные аксессуары, например, цветы, перья, также много плетения». Женихи на шоу также смогут получить кое-какие советы. Дизайнеры считают, в этом году будут популярны твидовые костюмы.